приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим про новую колесную ветку а именно про девятый уровень но вначале традиционно покажу трех победителей по 500 золота из youtube и трех победителей по 500 золота и звк видео если вы играете на рубай регионе то принять участие в розыше золота очень просто пишите комментарии в конце ник не забывайте лайк подписку вот принципе все на девятом уровне нас встречает gsor 1006 схема 7 это уже предпоследний танчик в данной ветке остается у нас еще одно видео по десятке заключительная где я расскажу общее мнение про ветку про десятку и вы поймете что это за ветка что с ней делать ну а сейчас поговорим про эту схему 7 уже из названия можно догадаться что это очередная схема которая так и осталась на чертежах дальше проекта это никуда не пошло но возможно в дальнейших разработках чем-то да помогло в целом мне про этот танк чего-то там сверх интересного рассказать нечего есть некие две вещи основополагающие которые прям стоит рассказать все остальное абсолютно посредственное и танк в целом у меня не вызвал каких-то вау эффектов во первых у нас ветка с 5 по 7 уровень и даже с восьмым идет как-то равномерно хорошее пробитие небольшая альфа приличная скорострельность плохая маневренность 0 брони образно говоря 0 брони что имеется ввиду что просто очень легко пробивается и небольшие размеры с хорошей маскировкой и тут на девятом уровне как гром среди ясного неба выкатывается вот это g4 1006 схема 7 огромная дурында прям здоровенная некоторые тяжелые танки просто в шоке что это за огромный монстр там наверное брони немерено но весит это большое колесное существо всего лишь 22 тонны и брони в нем нет вообще в плане того что нет вообще брони которая бы могла что-то отбивать танчик этот пробивается очень легко на vld там 70 миллиметров плюс минус там 80 максимум лоб башни 100 миллиметров и только там я нашел в нижней части маски на последнем там микро пиксели на изгибе там где соединяется башенка с маской там можно найти 199,9 миллиметра ого броня ничего себе и лючок сверху 20 миллиметров который очень большой ну не знаю на девятом уровне чем можно это не пробить но может быть если в маску в нижнюю часть попасть фугасом то не каждый фугас пробьет но некоторые фугасы все равно будут пробивать даже в маску на самом деле брони нет и танк супер огромный ну и конечно же с таким размером еще и нет маскировки в стоковом состоянии она 12 процентов то есть шли мы по ветке шли были у нас небольшие такие маленькие габаритов танчики с хорошей маскировкой со скоростоятельностью с пробитием и тут на девятом уровне хоба танк как будто бы от бабушки вернулся после лета это первая вещь которую хочется про этот танчик рассказать вторая вещь которая меня очень сильно удивила это прокачка этого танка и стоковое состояние в топовое на стоковой башне снаряд очень плохо летит в плане точности распределение снаряда внутри прицела такое ощущение что очень плохое либо не хватает в принципе точности либо сведения стабилизации или всего вместе взятого но такое ощущение что у меня просто пока я в на стоковой башне ездил а было это дня два у меня нереально пригорало от его стрельбы поскольку снаряд ну принципе в середине прицела я вообще не помню чтобы он там был хоть раз реально я стрелял всегда в края и как только я поставил топовую башню а она улучшает сведение точность скорострельность танку еще добавляет 50 хп еще и обзор немножко добавляет и только тогда мой танк начал попадать реально может в принципе потому что все параметры точности улучшились может чаще стало в середину лететь но на стоковой башне играть ужасно чаще всего я этот танк использовал как танк со второй линии как танк поддержки кемперил издалека поскольку другой геймплей приводил к тому что ты сольешься очень быстро и очень больно и без урона на первой линии на нем играть крайне тяжело поскольку он большой нет маскировки у военно всего 8 градусов при таком размере их не всегда хватает далеко не всегда поэтому приходилось часто играть очень далеко от врагов и просто кемперить но зато есть скорость 65 вперед 32 назад максимальная которая позволяет если что быстро подскочить на разборке там и вблизи чё-то еще поделать но чё-то закрутить вряд ли получится маневренность ужасная как в принципе во всей ветке это вот две вещи которые стоит упомянуть прежде чем драться за этот танк это стоковая башня и неожиданно вдруг большой размер после всей ветки где танки не особо то большие до точность в итоге крутая 032 сведения 1 и 9 но перезарядка очень долгое 2000 дпм но зато пробитие хорошие 248 основным снарядом 315 специальным снарядом альфа огромная 390 по сути как снайпер это неплохой танк я бы не сказал бы что это прям самый лучший танк вообще в игре на девятом уровне но и плохим его назвать тоже нельзя да у него есть минусы плохая маскировка большой размер плохая броня не очень маневренность посредственный дпм 2000 есть хорошие прям яркие плюсы у танка пробитие альфа очень быстро сведение 1 и 9 точность 032 это все в стоке без каких-либо там до пайков оборудований то есть это еще все можно разогнать полевой модернизации можно улучшить точность улучшить маскировку и на выбор еще в конце можно будет улучшить либо точность либо скорострельность тут уже смотрите сами если вам точности достаточно можете поставить скорострельность если орудие на ваш взгляд перестанет попадать то можете вернуть улучшить точность или вообще не то и не то не ставить но улучшить маскировку стоит поскольку два километра назад вам роли не сыграет у вас останется скорость назад 30 30 будет достаточно ну а улучшение точности на четвертом и седьмом уровне полевой модернизации тут уже смотрите сами у каждого свой стиль игры насколько вы агрессивно или наоборот пассивно играете насколько вам нужна точность оборудование я лично играл следующие досылатель стабилизатор вентиляция хоть и сведение очень быстро но иногда хотелось и на ходу пострелять также можно принципе и закалку поставить поскольку танк огромный вас всегда будут попадать хп будет тратиться каждый бой очень много и лишнее хп вам не помешает можно конечно и в полевой модернизации маскировку улучшить и поставить еще мало шумку еще и в оборудовании но все равно ваш танк супер незаметным не станет там очень мало маскировки и так можно просто это улучшить для того чтобы спокойнее игралась ну а по сути больше ничего особо не поставишь ну просветленку у mp можно поставить если вам кажется что танк плохо поворачивает но крутится быстро на месте он все равно не станет на мой взгляд лучше всего поставить либо у mp либо закалку в нынешних боях это больше всего принесет пользы я просто поставил стабилизатор потому что он был остального ничего не было оставлять этот танчик в ангаре или нет я не знаю на мой взгляд он нормальный но ничего необычного в нем прям нет сверх интереса он у меня не вызвал но и ничего плохого тоже только вот на стоковой башне раздражало то что он не попадает остается еще поговорить за десятку и в целом выводы по всей ветке это у нас будет в отдельном видео но про девятку можете писать комментарии или про эту ветку нравится вам данная ветка или нет с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока и а и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...